Я спрошу. Я слышно? Да, слышно. Связь плохая. В общем, подыскиваются ко мне. И за внешний вид там, ну, за то, что я о Евангелии говорю, о Христе. И такое, значит, сравнение с фарисеями. Мол, внешне они были благочестивы, а внутренне неизвестно что. Но не все же такие были фарисеи. Если вот на наше время их, как бы, спроецировать, и примеры из Библии, кто были такие благочестивые фарисеи, если есть, кого привести можно? Да, к апостолу Павлу, он говорит, я фарисей от фарисеев, самый великий человек после Христа. А от садукеев, у которых того-другого нету, не считает, ни одного нету, а они все еретики. А кроме апостола Павла еще есть? Так нам недостаточно. Нам зачем собирать сколько-то? Достаточно этого? Один. И он решил, все больше сделал, чем 12 апостолов. Куда еще больше-то? А сколько другие-то, если писать, все самому миру не вместить? Этого достаточно? Фарисеи это неплохо. Когда внутренне надмивалось, вот в чем дело-то. И Павел говорит, от фарисеев фарисеев. А какой? Отец его был фарисей. Он сам фарисей. Фарес, избранный. Так что кто-то что-то говорит, они еще на блюдечке вашу внутренность видят. Но они ничего не имеют, ничего не делают, а от зависти ляскают зубами на вас. А вы спокойно, стойте на берегу спокойствия, говорит Анна Златоус. Пусть они там беснуются. Они будут отвечать за каждое слово, а ты молись за них. И все встало на место. Игнатий Тихонович, а можно сюда еще применить? Если праведность ваша не превысит праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. Ну вот и делайте больше, чем фарисеи. Если он говорил десяти, ну а то сразу решили, буду платить две. Вот уже выше стало. Хорошие слова. А то, главное, фарисеи отрицательны. Ну и дальше-то Евангелие не рассказывает, где они все дукеи-то оказались. И так понятно. Безбожники, еретики, сектанты. А мы православные, это фарисеи, самые настоящие. Только внутренне надо быть, не надмеваться над другими. Так вот. Больше нет вопросов? Дело в том, что сейчас прислали небольшой о том, что человек православный должен быть как бы незаметен и заметен всем. Да может ли светильник на вершине горы, город на вершине горы укрыться? Незаметен. Спрашиваю, как на работе? Вот это еренька не поставил. Да там не может быть. Овцы и волки. Сразу заметно, где овца? Господь сравнивает, полетят как орлы и не устанут. Что сравнивает с воробьями? Что, незаметный был? Я говорю, как? Да нормально. А что, на работе знает? Да нет. Я, говорит, крестик с обратной стороны у майки на лямочке пришил. А дома эти иконы есть. А я их там за пужеры, за стаканы поставил, не видно. Кому эта вера-то нужна? Зарытый талант. Бросьте во тьму внешнюю. Где ты? Прямо? Трубу кустам твоим. Пророки ни один не были где-то в углу. Они царей обречали. Состояние в церкви. И почти все погибли, как апостолы. Должен быть незаметный. Откуда это взяли-то? Это взяли тех, которые ничего не делают. Они для себя написали. Евангелие зайцев своих. Тараканы. Так, вот все. Аминь, спаси Христос. Слава Иисусу. Так, больше никого нет. Ухожу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу.